Цену ошибки стала человеческая жизнь. Накануне в Иркутске на академическом мосту водитель КамАЗа не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. После этого грузовик врезался в световую опору. От удара шоферы два пассажира выпали из кабины, а машина продолжила движение. Мужчина, находившийся за рулем большегруза, погиб. Остальные пострадавшие госпитализированы. Оказаться на больничной койке можно и будучи пешеходом. Иркутянка, которую едва не сбили на переходе, столкнулась с немотивированной агрессией и применением физической силы. Почему водители и пешеходы региона все чаще выясняют отношения на кулаках, мы попытались разобраться в очередном выпуске рубрики «АвтоХам». Этот пешеходный переход для Полины Степановой теперь непростой отрезок пути. Несколько дней назад Иркутянка здесь чуть не попала под машину. Она остановилась в паре сантиметров от ног. Инстинктивно девушка оттолкнула автомобиль ладонями. Женщина за рулем ударила по газам. Кажется, конфликт исчерпан. Но нет. Спустя пару минут автомобилистка догнала Полину, вышла и ударила кулаком в голову. Спутник обидчицы попытался отнять у девушки телефон. Они объясняли это тем, что я не должна была трогать их автомобиль. Но я не понимаю, как я могла ладонью просто повредить железный корпус автомобиля. Мне это непонятно. Это неоправданная жестокость. После этого я была в шоковом состоянии и вообще не знала, что мне делать, искать людей, искать свидетелей данного происшествия. Если честно, просто когда ты попадаешь в такую ситуацию, не можешь рационально как-то действовать. Поэтому я просто плакала и не понимала, что происходит. Сейчас в распоряжении Полины уже есть записи с камер видеонаблюдения, на которых виден номер машины обидчиков. Данные изучают полицейские. Можно сказать, что девушка еще легко отделалась, ведь порой агрессия на дорогах региона переходит все границы. Записи с авторегистраторов хранят различные вариации конфликтов. В ход идут кулаки, биты и даже шампуры. Не существует даже примерной статистики, сколько подобных стычек происходит за сутки. Чаще всего после выплеска агрессии водители просто разъезжаются. Если внимательно изучить имеющиеся в открытом доступе видеозаписи с конфликтами на дорогах, то можно прийти к одному необычному выводу. Чаще всего наиболее серьезные стычки с рукоприкладством и порчей имущества происходят при незначительных авариях, а иногда и при их полном отсутствии. И это, пожалуй, уже вопрос не столько правил дорожного движения, сколько психологии. Со специалистом в этой области мы сейчас и поговорим. Психолог Наталья Кузнецова сама водитель со стажем. По ее мнению, незначительные ДТП действительно самая плодородная почва для стычек. В случае крупной аварии человек испытывает серьезный стресс. И на агрессию сил практически не остается. А вот если водители незначительно шоркнулись или просто не поделили дорогу, жди беды. Если человек явно идет на вас с агрессией, то есть он неконтролируемый же. Поэтому лучше всего, естественно, сесть в свою машину, закрыться и уже оттуда либо вызывать ГАИ, либо вызывать милицию, смотря по обстоятельствам. Но ни в коем случае с таким агрессивным человеком вступать в конфликт нельзя. Потому что он нанесет вам удар и вы не сможете уже никому позвонить. Причин немотивированной агрессии множество. Это и напряженная обстановка в мире, и информационная перегруженность, а порой и просто проблемы в личной жизни. В той или иной форме этим недугом 21 века болен практически каждый. Но это совсем не означает, что не нужно бороться со своими внутренними демонами. Иначе территории постоянных боевых действий станут не только дороги. Павел Желудев, Андрей Назаров. Новости по будням.